Друзья, всем привет! Рад вам записывать видео в новом году, уже наступившем. Поздравляю вас с этим! Сегодня свяжем простую мушку, чтобы она у вас у всех получилась, и с радостным настроением того, что у вас всё получается, вы вступите в этот новый год. Мушку проверял уже давно, полгода прошло с этого момента. Видео не очень много просмотров набрало, но ничего страшного, я главное для себя проверил, что мушка рабочая, рыбу ловит, поэтому ссылочку на видео с тестом оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите, также в комментариях тоже прикреплю ссылочки на другие соцсети, в том числе Яндекс.Дзен. Переходите и на ту соцсеть, подписывайтесь, потому что всё может быть, YouTube могут тоже прикрыть. В общем, чтобы не теряться, переходите, подписывайтесь, также и телеграмм будет в описании под видео. Начнём вязать с белой нитки. Наносим её на цевьё крючка. Крючок десятый, головка золотая, 3 мм. Как вам качество видео вообще? Оцените, изменилось оно, поменялось или всё-таки ещё не удовлетворяет ожидания, так скажем. Ну и звук тоже изменился или нет, просто купил себе новую камеру, точнее новый телефон. Здесь сейчас стоят самые лучшие камеры в мире, и поэтому вот благодаря этому немножко улучшилось качество видео. Надеюсь, это заметно будет и по звуку в том числе, поэтому я этому рад. И как бы в Новый год с новым качеством решил войти, чтобы вам было также приятно смотреть мои видео. Ну и в дальнейшем, если рыбалку буду снимать, то там уже тоже кадры появятся уже более интересные, не просто снятые на GoPro, а в том числе и с применением интересных эффектов и переходов. Начнём с такого даббинга, розовый цвет, покупал в магазине Сибирский лов, здесь номер у него 0,9, вроде так. Не очень понятно, что написано, но вроде 0,9. Вот, наносим сперва этот даббинг. Мушка, ещё раз повторюсь, очень простая, справится каждый. Здесь главное иметь подходящие цвета. На тот момент, когда я придумывал эту мушку, у меня в голове было такое сочетание двух цветов, что рыба вроде ловится и на такой чисто розовый цвет, и на следующий цвет, который мы будем использовать, это вот такой вот даббинг. Сразу его покажу вам. Вот, и у меня в голове возникло такое сочетание, почему бы два этих цвета не разместить на одной мушке, и поэтому решил это воплотить, и всё-таки не зря, что это сделал, потому что мушка реально оказалась рабочая. Но я её вязал на 12 номере крючка, потому что 10-ый это прям слишком большой. Здесь я 10-ый использую, чтобы вам было лучше видно, что я вообще тут делаю, как вяжу и что применяю. Вот, а вообще 12 номер крючка использую, чтобы, ну, рыбу с большей вероятностью подсечь, потому что слишком большой крючок, тоже считаю использовать глупо, если таких больших прям хоризов у вас не водится, потому что рыбе его труднее заглотить, подсечься, в общем, с этим связываю, поэтому слишком большой крючок не использую. Здесь примерно розовый даббинг наносим до половины тела, и делаем его таким конусообразным, чтобы у нас тело в дальнейшем было конусообразным и имело красивый вид. Поэтому здесь соблюдаем все пропорции, чтобы всё выглядело чётко и аккуратно. Чуть-чуть за кадром поднамотал ещё даббинга, ну и, в принципе, здесь завершаем пока вязать. Закрепляем нитку и переходим к следующей, уже фиолетовой, и будем работать с ней. Тоже её закрепляем на крючке. Кстати, можете меня поздравить, я сдал на права, наконец-таки, и приобрел себе машину. Теперь уже видео с рыбалок будут, думаю, выходить с разных мест. Уже именно территориально, не только там, например, те места, которые рядом с моей деревней находятся, но, думаю, уже и другие речки, которые там от Хабаровска, например, недалеко находятся, будут тоже выходить видео оттуда, потому что машина всё-таки позволит мне пробраться, добраться до этих мест, и благодаря этому сможете увидеть видео с других речек. Для меня это радостная новость, положительная, вот так, в общем. Ну и самому мне сейчас прям нравится вводить. Аккуратно, правда, это делаю, потому что зима, на дорогах гололёд, но прям мне нравится, я кайфую с этого. Сейчас используем вот такой даббинг, здесь он под номером 10, такого розового цвета, даже, наверное, малинового практически, и с блёсками тоже его наносим на нитку, и потом будем наносить уже на сам крючок. Сейчас немножко вам расскажу о своих планах на предстоящий год. Это обновление оборудования, буду покупать себе новую камеру, квадрокоптер, потому что вещи нужные, чтобы видео получались ещё более красивые и интересные. Вот. Ну и также буду улучшать свои навыки в монтаже, потому что это тоже неотъемлемая часть съёмки. Так что вот такие вот планы. У меня ещё было, так скажем, в целях это водомёт и лодка, но вот пока не знаю, либо оборудование, либо лодка с мотором. Лодку с мотором хотел, чтобы по речкам погонять, и чтобы, так скажем, забраться в те места, где людей вообще практически не бывает, и там поймать-то и менее. У меня всё до сих пор, эта цель есть, сохраняется в моей голове. Но вот пока я не знаю, думаю, на это всё нужны финансы, как вы сами, думаю, понимаете. Поэтому как бы здесь уже надо делать окончательный выбор. Но надеюсь, что всё получится, и смогу и обновить и камеры, и, возможно, приобрести мотор с лодкой. Это было бы очень шикарно, мне кажется. Но всему своё время. Так что если на YouTube-канале начнёт появляться какая-нибудь реклама хорошая, то это всё во благо живить вам, чтобы вы увидели новые видео, и с новых мест в том числе. Потому что, ну правда, мне хочется вам рассказать о Хабаровском крае, о его замечательных речках, хотя названия их не все я могу раскрывать, потому что, ну, сами думаю, понимаете, вот кто рыбачит в таких местах, где есть рыба, и вы понимаете, что вы туда пришли с благими намерениями, например, там, поймать, отпустить, посмотреть просто на это место. Люди разные бывают, вы сами об этом знаете, и поэтому говорить, например, некоторые названия рек, я считаю, это неуместно, потому что, ну, потом просто будет место загажено, рыба вся выловлена, и как бы уже не захочется туда приезжать, смысл этого всего. Поэтому некоторые места речек буду также продолжать умалчивать, потому что меня некоторые ребята спрашивают в комментариях, что за речка, какое место, если я знаю, что до этой речки, так скажем, дела никому не будет, я могу сказать название. Но если до нее есть дороги, места очень там близко находятся к дороге, и легко до них добраться, я умалчиваю об этом месте, просто чтобы оставить, так скажем, на будущее это место в хорошем состоянии, и знать, что если я сюда приеду в следующем году, я тут обязательно что-то поймаю, посмотрю и смогу отпустить обратно. Так что вот так, сами знаете, я рыбы много не беру на реке, всю ее стараюсь отпускать. Если мы берем с папой, то это бывает один раз в году, летом, когда мы с ним там на пару дней идем в поход, такой трехдневный обычно, с ночевкой там под открытым небом, там мы в последний день можем прям взять рыбы, но это вот чисто на весь оставшийся год, который мы будем без рыбалки, такой активный, мы берем этой рыбы, и все, она в морозилке у нас лежит, если захотели, мы зимой ее пожарили, либо сразу свежую пожарили тоже. Вот так. Другого смысла я не вижу, брать рыбу. В общем, такие вот лирические отступления, небольшие, но мне хотелось с вами этим поделиться. Как видите, уже и тело готово, сформировано. Теперь можно будет переходить к перу. Сейчас немножко здесь сформируем место под перо. Так, перед тем, как перо приматывать, мы сделаем несколько финишных узлов, закрепим их, и возьмем небольшую чесалочку. С помощью нее вычешем дабинг, потому что все-таки мушка должна быть аккуратной, симпатичной, хотя там рыба ее будет уродовать всякими разными способами, но все-таки нужно, чтобы мушка выглядела аккуратно, и нам было самим приятно на нее рыбачить. Поэтому со всех сторон подрезаем дабинг, чтобы все смотрелось аккуратненько. Хотя можно оставить мушку и пушистой. Я думаю, как бы на ее качество в ловле рыбы не должно сильно повлиять. Наоборот, даже дополнительно будет привлекать эту рыбу, потому что все вот эти ворсинки есть, они, как знаете, рыбу привлекают. Вот, поэтому здесь уже выбор за вами, но я делаю мышку так, как я ее проверял. Поэтому можете поэкспериментировать, попробовать сделать что-нибудь по-другому. Так, ну и теперь перейдем к перу. Вот такое перо желтенького цвета. Зачистим его. Оп. И все, можно его приматывать, и потом уже обводить его вокруг тела. Одного оборота будет вполне достаточно. Слишком много пера здесь не нужно. и теперь его закрепляем. Все, мушку можно считать практически готовой, только осталось пару раз пройтись по перу. теперь буду использовать вот такое колечко, чтобы аккуратненько перышки убрать и сделать финальный узел с небольшим заступом на перо, чтобы все скрыть, и мушка выглядела аккуратно и красиво. мне прям всегда нравится, чтобы мушка была аккуратной и красивой, поэтому стараюсь прям туда вкладывать всю душу и делать все аккуратненько. Так, теперь обрежем лишнюю нитку. Как видите, она немножко рвется, потому что из такого материала сделано, когда что-то, если зацепляется у этой нитки, наверное, даже здесь будет видно, такая как бы воздушность у этой нитки присутствует, и вот когда если там что-то зацепляется, волокна очень быстро рвутся, поэтому с ней надо работать аккуратно. Это от текст стрима нитка итальянская вроде или какая там. Вот, она как бы хорошая, но в то же время надо с ней уметь работать аккуратно. Ну и здесь немножко подрежем то, что осталось от пера. Все, теперь мушка наверняка выглядит аккуратненько. Осталось немножко поправить перо, ну и посмотреть, как мушка будет вообще выглядеть в воде, потому что это, я считаю, тоже очень важно. Вот так мушка выглядит, все, уже подровнял все, что нужно. Перышко теперь выглядит аккуратненько, симпатично. ну и конечно же в мокром состоянии нужно показать мушку. Так мушка выглядит в мокром состоянии, как бы не сильно она поменяла цвет, чуть-чуть стало темнее, но рыбе нравится что-то она в этом находит, поэтому это ее привлекает так же, как видите, мушка в ультрафиолете подсвечивается, передняя часть, поэтому тоже считаю, это дополнительно привлекает рыбу в летний период времени, когда в воде лучи солнца преломляются и образуют ультрафиолет. В общем, вот такая мушка, еще раз повторюсь, подписывайтесь на соцсети, которые есть в описании под видео. Всех благодарю за просмотр, всем удачи, всем пока. мушка.